все что может быть токенизировано будет токенизировано самые привычные нам токены это карточка для проезда на метро мы покупаем карточку на метро для того чтобы проехаться на метро так как мы не можем просто взять и заплатить деньги за проезд на метро нам необходимо сначала купить токен на метро но если раньше выпуск токенов могли позволить себе только какие-то крупные корпорации или государственные учреждения то теперь с появлением блокчейна выпуск токенов это дело 15 минут сейчас существует масса различных токенов существуют токены на управление токены на приобретение услуг и товаров токены на токены токены на музыку токены на различные формы искусства а в ближайшее время мы токенизируем репутацию и даже самих себя в общем все токены можно разделить на две категории взаимозаменяемые и взаимонезаменяемые более известные как nfc на товары или услуги которые ничем друг от друга не отличаются выпускаются взаимозаменяемые токены например у нас есть какое-то количество проездов на метро и нам все равно какой из проездов на метро мы приобретем за токен такие токены взаимозаменяемые или у нас есть тысячи шурупчиков и все эти шурупчики друг от друга ничем не отличаются и нам в принципе все равно какой шурупчик получить первый или последний а вот не взаимозаменяемыми токенами все намного интереснее nfc выпускают на что-то уникальное и ошибочно считать что nfc выпускает только на пиксельные картинки которые потом люди покупают за сумасшедшие деньги например есть дачный поселок и в этом дачном поселке есть 10 домов и все эти дома имеют в принципе одинаковую площадь в принципе одинаково выглядят но один из этих домов находится рядом с въездом в поселок а другой из домов находится на окраине у одного дома вид из окна на лес а у другого дома вид из окна на другие дома и поэтому на каждый из этих домов нужно выпустить не взаимозаменяемый токен потому что каждый дом чем-то уникален или например вы сдаете в аренду старые камазы и у вас есть камаз 85 года выпуска 92 года выпуска и 96 года выпуска и понятно что это одни и те же камазы но у них разный пробег разное состояние поэтому на каждый из камазов надо выпустить свой nfc токен но самое интересное что при помощи nfc можно измерять репутацию человека например андрей хочет взять у бориса камаз в аренду тогда выпускается два токена первый токен отправляется на адрес андрея и в этом nfc токене указано что такой-то такой-то ты действительно взял камаз в аренду а второй анти nfc токен отправляется на смарт-контракт и в анти nfc токене указано что андрей взял камаз в аренду и до сих пор его еще не вернул и для того чтобы андрею сжечь на смарт-контракте анти nfc токен ему нужно прислать туда токен о том что он брал камаз в аренду плюс сумму которую он должен заплатить за аренду камаза если на смарт-контракте окажется токен о том что андрей брал камаз в аренду и сумма за аренду то тогда анти nfc токен о том что андрей до сих пор не вернул камаз сгорит токенизация репутации неразрывно связано с токенизации личности как это будет происходить например алиса собирается стать программистом сейчас она не является программистом но ей нужны средства для того чтобы на что-то существовать алиса может выпустить например 10 тысяч токенов на свои программы на пресейле алиса может продавать свои токены по 10 20 долларов а вот когда она станет высококлассной программисткой то услуги ее программирование будут цениться и каждый токен вырастет до 100 а то и 200 долларов в зависимости от того как алиса будет хорошо учиться и каких успехов она добьется при этом услуги программирование заключаются либо в бэк-энд разработки либо во фронт-энд разработки поэтому на каждую из услуг придется выпускать отдельный nft токен более того с пресейла алиса не получит 100 процентов от цены проданных токенов она получит только порядка 80 20 процентов отправится в страховой фонд чтобы в крайнем случае покрыть расходы за невыполненные обязательства по токенам случае если алиса будет следить за своей репутацией и выполнять обязательства по токенам то часть страхового фонда будет возвращаться к ней обратно случае если алиса не будет выполнять взятые обязательства по токенам у ней накопится огромная отрицательная репутация и это даст понять другим что с алисы лучше дел не иметь интереснейшую фишку собираются имплементировать проект стороны валидатором которого я являюсь они хотят сделать выпуск nft со звездными именами это значит что теперь у ваших картинок вашей музыки или любых других nft будет не корявое название из много букв и много цифр а будет прекрасное название звездочка и все что вам в голову придет увидимся с вами в прошлых и будущих выпусках for the system ставьте лайк подписывайтесь на канал фарклок чтобы быть в курсе новостей из блокчейн индустрии а я пошел регистрировать звездные имена